Более 9 тысяч договоров заключено за три месяца работы накопительной пенсии. 65% вкладчиков женщины и те, кому до выхода на заслуженный отдых – 5 лет. Больше всего сделок оформлено в столице. Около 72% выбрали тариф 3 плюс 3. Это когда сотрудник и работодатель отчисляют одинаковое количество процентов. С 1 января следующего года повысится уровень соцгарантий для временно нетрудоспособных лиц. Минимальный размер больничных будет рассчитываться, исходя из величины минимальной зарплаты в стране. Так, выплата гражданам, которые трудятся 10 и более лет, увеличится до 100%. Тем, кто менее этого срока – 80%. Вырастет и среднедневной заработок, применяемый для расчета. Правительство скорректировало правила торговли. Теперь на рынках невозможно выкладка алкоголя в месте проведения расчета покупателей. Также в документе есть положения, которые касаются товаров с изображением госсимволов. Они должны стоять отдельно от другой продукции и сопровождаться надписью «Государственные символы Республики Беларусь». Изменение вступит в силу с 22 января. Задания для централизованного экзамена, которые в этом году впервые проведут в Беларуси, адаптированы к базовому уровню школьной программы. Часть, где нужно угадать ответ, уменьшена, а вот доля, где нет подсказок, увеличена. При этом тест сложнее не стал. 28 января – первый старт. Учащихся ждет репетиционный этап. Само испытание пройдет в мае – 14 и 21. Эпидемиологическая ситуация в Беларуси стабильная. Есть небольшой сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Что касается коронавируса, то в стране циркулирует штаммомикрон, который симптомами схож с типичной респираторной инфекцией. Минздрав призывает не расслабляться и продолжать вакцинацию и бустеризацию.